Что такое сахарный диабет и какие виды заболеваний щитовидной железы существуют, человечество, к сожалению, знает давно. Сегодня работа медиков областного эндокринологического диспансера сконцентрирована на двух аспектах – ранней диагностики и эффективном лечении. Для этого доктора постоянно повышают свой профессиональный уровень в рамках стажировок, а за счет участия в проектах международной технической помощи и поддержки Министерства здравоохранения совершенствуется материально-техническая база. Как итог, высокий результат – передовое качество обслуживания. Учреждение здравоохранения с совершенно маленьким штатом, но выполняющее огромные задачи, мы оказываем помощь огромному количеству пациентов. Когда-то, в 1959 году, когда был создан впервые противозобный диспансер, принималось чуть более 12 тысяч пациентов. Сегодня мы принимаем около 40 тысяч пациентов в нашем диспансере. Кроме того, мы оказываем консультативную помощь всем учреждениям, областным учреждениям нашей области. У нас есть передвижная диагностическая лаборатория, которая такой выездной характер работы. Она курсирует по всем регионам Брестка области и на месте выполняет скрининговые исследования, заболевания щитовидной железы, занимается диагностикой сахарного диабета. Заболевание лучше предупредить, чем после лечить в тяжелой форме, уверены специалисты эндокринологического диспансера. Поэтому особый акцент делается на раннюю диагностику, в частности заболевания щитовидной железы. Да, количество людей с таким диагнозом в Брестской области растет, но цифры эти, как правило, отражают лишь то, что качество оказания первой помощи выросло. Доктор может раньше увидеть предпосылки проблемы и оперативнее помочь человеку. А благодаря современным технологиям и высококлассному оборудованию, который стоит на вооружении диспансера, все проходит качественно и быстро. Все должно быть сделано вовремя, хорошо знающими специалистами, да, и самое главное правильно интерпретировать. То есть сейчас очень активно ультразвуковая диагностика используется, поэтому у всех достаточно богатый опыт и большая практика, и много все все видят и все хорошо знают. Тем более мы сконцентрировали ультразвуковую диагностику щитовидной железы здесь у нас, потому что мы пунктируем узловые образования. То есть идет по месту жительства фактический отбор пациентов с узловой патологией, эндокринологи отправляют к нам до обследования, и мы уже здесь, если есть показания для пункционной биопсии узлов щитовидной железы, то мы проводим пункционную биопсию. Главный помощник эндокринолога в вопросах диагностики сахарного диабета – лаборатория, где уровень сахара в крови определяют особые анализаторы. Их чувствительность распознает данные за считанные минуты. Отдельные группы исследований делаются за день. К сожалению, такие ресурсы не всегда доступны в районах. Именно поэтому брестские эндокринологи нередко выезжают мобильными группами на консультации по всей области. А на следующей неделе в арсенале медиков появится новый автомобиль – передвижная лаборатория. Для этой передвижной диагностической лаборатории, которая у нас есть в области, будет закуплен с помощью спонсоров новый автомобиль. Ультразвуковое оборудование мы планируем тоже получить по грантовой помощи, если выиграем в конкурсе, конечно же. Поэтому это позволит сэкономить бюджетные средства и выделить их на другие, более важные цели и задачи. Успехов у докторов областного эндокринологического диспансера достаточно для того, чтобы считаться лидерами в регионе. И пусть сегодня коридоры учреждения практически пусты, ситуация с COVID-19 стала для многих поводом отказаться от посещения врача и остаться дома, самосовершенствование продолжается, чтобы, как только все разрешится, включиться в работу с новыми силами и знаниями.